Друзья мои, данный ролик поднимается из архивов и датируется 15 мая 2016 года. К тому времени уже неоплата в банк составляла порядка двух лет. И теперь, кто мне скажет, что досудебная работа не имеет никакого значения? Дело в том, что я все необходимые письма отправил в банк до того, собственно, до сегодняшнего дня никаких движений кардинальных со стороны банка нет. Только вот коллекторы названивают, но это, как говорится, собака-тявка, это мы продолжаем жить. Наверняка, получив мои письма, банк понял, в чем дело на самом деле и просто прекратил взыскательные мероприятия, выложив мою кандидатуру на биржу должников. Вот и все. Ну, там уже, собственно говоря, разговор короткий с этой публикой. Вы сейчас это все услышите, Востокфинанс, да? Они до сих пор мне звонят уже, сколько времени звонят, 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 звонят. Ну, мне только весело. Вы это все слышите, да? Ну, давайте послушаем, что из этого звонка вышло. Еще раз напомню, это из архивов. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр Сергеевич, я специалист судебного отдела компании Востокфинанс. Разговор на записи. Могу услышать Кузнецова Дмитрия Евгеньевича? Да. Это вы? Да. Дмитрий Евгеньевич, информирую вас о том, что мы представляем интересы вашего кредитора. На сегодняшний день это Ханты-Матийский банк открытия, который полномочил компанию Востокфинанс проводить действия по возврату задолженности по вашему кредитному договору. Мы работаем на основании статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. Это агентский договор. Значит, на сегодняшний день сумма вашей задолженности перед вашим кредитором составляет 609 750 рублей 8 копеек. Дмитрий Евгеньевич, скажите, какие действия вы намерены предпринять для оплаты этой задолженности? На основании агентского договора ты мне должен сообщить о том, что я должен кому-то. И все на этом. Слышал, да? Вообще читал сам агентский договор? А мне на ты не переходили, Дмитрий Евгеньевич. Мне похер, что ты делаешь там у себя за своим столом. А я перешел с тобой на ты. Более того, банк меня не удоведомлял. Мы уполномочены проводить действия. Ну, проводи. Ну, проводи, где ты там их проводишь. Какие действия вы намерены предпринимать для оплаты своей задолженности? Почему я должен тебе? Ты мне сообщил, да, свою задачу выполнил. Почему вы не выполняете условия кредитного договора? Да я не буду тебе отчеты давать. Зачем мне это нужно? Это моя личная жизнь. Ты в нее вторгаешься. Зачем? Ваш кредитор требует, чтобы вы начали вносить оплаты в ближайшем. Ну, все, спасибо, сообщил. Оплаты будут у вас поступать? Это не твое собачье дело. Дмитрий Евгеньевич, вы намерены вести корректный конструктивный диалог? С тобой нет. С банком, да. В любом случае, я информирую вас, что если от вас в ближайшее время не будет поступать оплаты по вашему кредитному договору, ваш кредитор может применять по отношению к вам штрафные санкции по 330-й статье гражданства по РФ. Пускай применяет, в суде будем дальше разговаривать. Будет только увеличиваться, потому как при перерасчете штрафные санкции могут составлять не менее 20% годовых. Ну, это в суде попробуют, скажут мне с тобой. 333-ю статью никто не осенял. Слышал про такую, да? Что-то замолчал. 333-ю я знаю, да. 333-ю. 333-ю тоже никто не осенял. И что там написано 330-й? Тебе зачем это знать? Что тебе от этого? Будет легче, что ли? Я сказал, в суде буду с банком. Сами представители. Где это написано? Номер доверенности, число, когда тебе доверенность была выдана. Умник. Мы работаем по агентскому договору. Хорошо, номер агентского договора, когда он вступил в силу. И где бумаги у меня от банка, а не от твоих слов. Подобная деятельность. Подобная деятельность. Ну так и все, Истаси, значит. 435 дней у вас просроченная задолженность. Ну и что теперь? Откуда ты взял эту информацию, дебил? Ты ее украл. Примерно столько, сколько у вас просроченная задолженность. А ты ее спиздил где-то, эту информацию. Понял, да, как я тебя воспринимаю? Значит, Дмитрий Евгеньевич, я попросил бы вас выражаться корректно. А я тебе отказываю выражаться с тобой корректно. Вы же юрист. И что теперь? А как с мошенниками, с преступниками? Я только так и буду общаться. О каком мошенничестве, Дмитрий Евгеньевич, вы говорите? Где ты, скажи, мне взял информацию обо мне? Я извинюсь перед тобой, если ты мне докажешь, что ты имеешь право. Чего ты молчишь? Где бумаги от банка? А зачем мне это нужно? Мне завтра позвонит еще один дебил. Письменно, письменно вам по адресу вашей регистрации. А ну скажи мне, умник, а ну-ка адрес моей регистрации скажи, я тогда извинюсь, если ты мне сейчас правильно скажешь адрес моей регистрации. Это информация у вашего кредитора, и он вас увагомляет. Так ты же сказал, что тебе все дали. Чего ты там выдумываешь на ходу? Что значит все дали? У тебя есть полностью информация обо мне. Адрес регистрации у вас Санкт-Петербург. Да, и дальше. Я просто... Вот видишь ты, скотина какая. Да да ладно. А почему вы меня оскорбляете? Да потому что ты сейчас назвал мне эту информацию. Почему ты сейчас незнакомому человеку разгласил информацию? Вы по запись разговора утвердили, что вы являетесь Дмитрием Евгеньевичем Кузнецовым. Да ладно, значит, кто угодно может это сказать слово «да». Я с вами разговариваю с Дмитрием Евгеньевичем Кузнецовым. Я сказал слово «да». Че ты? Если вы по запись разговора воспользовались чужой информацией, то это на вашей стороне. А кто ее вылил, эту информацию? И кто тогда будет говорить о том, что вы не знаете. Спросив Кузнецов Дмитрием Евгеньевичем это, ему сказали просто слово «да». И почему ты вылил? Во-первых, эта информация неверная, некорректная. Вы, Дмитрий Евгеньевич, вы сказали «да». Да. И че теперь? Че так никто не... А где попытка идентифицировать меня как личность? Где она? Дмитрий Евгеньевич, тебе так у любой мог сказать. Чего ты взял, что это, Дмитрий Евгеньевич? Я сейчас не о теме. Я от твоей вообще компетентности сейчас хочу отвлечься и подсказать тебе, что ты несешь такую фургу. Дмитрий Евгеньевич, не надо мне ничего. Чего ты взял, что это, Дмитрий Евгеньевич с тобой разговаривает? По тому, как вы представились с Дмитрием Евгеньевичем. Я этого не говорил. Ты спросил, я сказал просто слово «да». Я не говорил этого. Запись разговора также и у меня ведет. Значит, Дмитрий Евгеньевич, оплаты будут поступать от вас? Ты сейчас с кем разговариваешь? Выясни для начала. С вами, Дмитрий Евгеньевич. Я не Дмитрий Евгеньевич. Так а зачем вы запись разговора у тебя? А зачем ты звонишь, не разобравшись, выкладываешь информацию о отношениях с банком какого-то человека, о проживании? Значит, Дмитрий Евгеньевич, ваш кредитор требует, чтобы вы вносили оплаты. У меня нет никаких кредиторов. Я ни у кого ничего не знал. И зовут меня не Дмитрий Евгеньевич, а зовут меня... Это вы уже сейчас начинаете... Это вы уже начинаете меня вводить в заблуждение. Это ты сейчас... Тебя вводить в заблуждение вообще элементарно. Дмитрий Евгеньевич, если вы и дальше будете выполнять все их обязательства, ваш кредитор может передать информацию у вас в бюро кредитных историй о том, что вы являетесь... И что дальше? И что теперь? Которая будет храниться на протяжении 10 лет. Доказав, вот предъявив хотя бы одну запись от такого телефонного разговора, что банк ущемил права человека, предоставленные ему Конституцией. Ты понимаешь, да, дорогой-то мой? А что, Дмитрий Евгеньевич, вас не ущемляет? Это вы не выполняете в односторонном порядке? Да вот это дело десятое. Я их не выполняю, потому что договор... Поэтому давайте выполнять условия своего кредитного договора, как того требует ваш кредит. Почему? Если договор противна речи действующему законодательству, 451 ГК РФ, возьми, почитай, я тебе сейчас... Дмитрий Евгеньевич, вы когда оформляли кредит, вы были согласны на условия? Договор, любой, не обязательно кредитный, может быть расторгнут в период действия в любое время, если... Так верните, Дмитрий Евгеньевич, верните деньги, которые... Это не тебе решать, придурок. Это судья будет решать, возвращать Дмитрию Евгеньевичу деньги или нет. Дмитрий Евгеньевич, хватит уже, хватит меня уже оскорблять. Почему? Ты заслужил, ты работу такую выбрал. Ты людей до чего доводишь? Ты знаешь, сколько клиентов приходят в лизах? До того, до того, до того, выполняли, выполняли свои... Да, ты заинтересован скотина, чтобы получить копеечку и все. Понял? 509 750 рублей 8 копеек на сутки. Да, я передам ему, передам. Но ты имей в виду, придурок, что ты сливаешь информацию третьим листам. О последствиях я вас проинформировал, Дмитрий Евгеньевич. Я передам эту информацию Дмитрию Евгеньевичу. Не беспокойся, он под защитой очень серьезного адвоката. Понял? Всего доброго, Дмитрий Евгеньевич. Тебе не кашляйся. Да, ну вот, возвращаемся к теме. Восток Финанс уже контора, которая пропала, где ее нет, и наверняка больше не появится. Хотя эти придурки появляются, ну и голоса я постоянно слышу, они уже запоминаются. Друзья, что я хочу подчеркнуть, то, что я вот начал впереди ролика. Очень часто при грамотном подходе банки просто игнорируют человека. Вот вы слышите, 609 тысяч, да? При том, при всем, что в банке была взята сумма, там чуть больше 300. Естественно, оплачивалась. То есть, никто не должен думать, что я там призываю кидать банки. Лично я в определенный момент времени просто понял, что банку хватит, обойдется и этим. Со мной точно так же была проведена в свое время реструктуризация. Я напомню, я не всегда кредитами занимался. Я был юристом, я занимался таможнью. Понятия не имел, как устроена банковская система, пока в этом во всем не разобрался. И вот когда я разобрался, у меня волосы дыбом стали. Насколько серьезно нас обманывают. И, естественно, я прекратил все какие-то взаимоотношения с банком, посчитав просто, сколько я им переплачиваю, поняв, что так дальше продолжаться не может, я просто взял и забил, что называется. Да, до того я еще проводил реструктуризацию, ради, собственно, знаете, такой опыт провел. Я 19 ноября, значит, по-моему, в 2014 году взял и сделал реструктуризацию. Просто посмотреть, как они меня нагреют. И, о, бинго, да, смотрите, платил человек 2 года, срок на число в число. Ну, потом он не смог платить, а пришел делать реструктуризацию. Ему делают платеж. То есть я платил 19 тысяч, мне сделали 12. Срок кредита увеличили с 5 на 7 лет. Далее. Читаю внимательно разговор и офигеваю. Ой, простите, разговор, договор и офигеваю. Те два года, то есть у меня, мне вручили, тот сделали якобы погашение. Я внес гарантированный платеж, как сейчас помню, там 20 с чем-то тысяч в кассу. Думаю, ладно, для общего дела не помешает. Внес в кассу эти 20 с лишним тысяч. Мне делают закрытие этого договора, как будто я его полностью закрыл. И выдают новый договор на 7 лет с платежами в 12 тысяч. Где я переплачиваю, соответственно, еще больше. И тут же вопрос. А где те два года, которые я платил? То есть два года я платил по 19 тысяч, их, как извините за выражение, хреном сбрило. Вот нет и все, как будто я взял теперь новый кредит, и он уже сумма, понимаете, сумма. Я брал там 300 с чем-то, у меня новая сумма, как сейчас помню, 500 с копейками. И должен я их платить 7 лет. Вот вам реструктуризация. И перед этим мне мозги выносили. Полдня я просидел в офисе. То у них аппаратура не работает, то у них программа зависла, то кассу снимают. Это все я сделал выводы, сделаны для того, чтобы я устал, не вникал, поставил росписи, где только можно. Это так подготовленные сотрудники. Я еще тогда обратил внимание, почему-то общая масса людей меняется. Банк работает нормально. А вот со мной тот сотрудник, который занимался отдельно, приехал с какого-то офиса, видимо у них специально обученные персонажи, занимаются вот этими реструктуризациями, впариванием. Понимаете, я просидел там часов, наверное, 5 уж точно просидел я часов у них в этом офисе. То одно, то другое. В итоге я действительно, зная, что я платить больше не буду, расписался не глядя, взял этот договор и сел у себя в офисе, потом спокойно разбираться. Думаю, капец, кошмар, ужас. Это вообще что? На что рассчитано? Да, это рассчитано на некомпетентность юридическую. Загнали в угол человека, навесили еще больше тяжелое ермо и давай, иди сюда. И вот потом вот эти вот персонажи мне названивают. Нет, дорогие банкиры, не все так плохо у нас в стране. Есть нормальные люди, кто будет разбираться, кто хочет разобраться. Итак, кто действительно хочет разобраться, в описании этого ролика есть ссылка на наш сайт, как устроена работа кредитных юристов, как там банки устроены, как работа банков настроена. Я об этом не буду говорить. Вы можете порыться у меня на канале, записи вебинаров в свободном доступе. Послушайте, так и забивайте запись вебинара. Мы вот недавно проводили вебинар. Посмотрите, там как раз таки есть, как устроена работа, и как банкиры нас обманывают, и так далее, и так далее. Ну, тем, кому понравился ролик, лайк, подписка, кто еще этого не сделал, репост в соцсетях обязательно. Ну, и, конечно же, спасибо вам за то, что вы переданы моему каналу, не слушаете никаких слопыхателей. Значит, на связи был Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты компании Аля. Всего вам хорошего.